Доброе утро! Доброе утро! Я просто вижу, мажут руками. Это не мне. Мне очень приятно выступать сегодня в действительно новой роли. Очень приятно видеть много новых людей. Прежде всего, мои коллеги. Лидеров рынка. Сегодня представитель Национального банка. Я поговорю о том, что и, наверное, в какие сроки будет меняться законодательство. Потому что очень важно понимать не только, куда мы движемся, но и как быстро ожидать того счастья, того открытого банка, на котором мы давно уже мечтаем. И не секрет, что платежное законодательство устарело. Закон о переводе денег был принят еще в 2001 году, и он уже морально устарел. И в Европе уже появилась первая платежная директива, и вторая. И сейчас разговоры о третьем. И, соответственно, тот проект закона, который был разработан Национальным банком вместе с партнерами, он учитывает в том числе, как он газируется на второй платежной директиве, но в том числе он уже есть попытка учесть те нюансы, с которыми столкнулись те же самые европейские страны и проблемы внедрения второй директивы у себя. Закон сильно поменяет рынок. Сейчас он обсуждается. Мы до первого марта поговорили о том, что принимаем предложения участников рынка, но до сих пор идут предложения. Мы все благодарны. Если еще кто-то из вас, из ваших компаний, из ваших организаций, читал проект закона и есть предложения, то, пожалуйста, мы еще открыты для расчета рекомендаций. Но в целом, еще раз, о том, что будет менять закон. Во-первых, меняется круг участников рынка. Если раньше участниками платежного рынка подлили только банк или платежные системы, и регулятором этого всего выступал привод банк, мы понимаем, что много финансовых, правда, не финансовых, и компания тоже работает на рынке. То сейчас закон определяет 9 различных операторов рынка, для меня учащихся платежного рынка. И закон дает возможность работать с электронными деньгами, выпускать электронные деньги не только банкам, но и не данным финансовым организациям. Закон определяет правила, вернее, как операции на рынке могут выполнять уже не только платежные системы, вводится в понятие оператора, поставщика сервисных, вернее, поставщика платежных услуг. Это дает возможность и развивать и новые услуги, и больше ориентироваться на клиентский опыт, выигрывать будут те, кто даст лучший клиентский опыт. Конечно же, изменится правило лицензирования, и мы верим в то, что правило лицензирования и допуска на рынок становится более простым, и в конечном итоге мы, конечно, подойдем к понятию оператора банка. Появляются две сущности – лицензия и реестр. Лицензия будет позволять выполнять практически полный спектр в платежном услугу. Попадание в реестр будет давать возможность осуществлять определенные только определенные операции. К участникам платежного рынка добавляются почтовые операторы, причем речь идет не только о национальном операторе. Появляются поставщики не только платежных, но и финансовых услуг. Чуть дальнейше, позже об этом говорится. Могут появиться учреждения электронных денег, и другие финансовые учреждения, которые сегодня работают не в процедуре, а в национальном банке, а также становятся участниками футового рынка. Более того, поставщиками, вернее, провайдерами платежных услуг могут быть и органы государственной власти, только в тех платежах, которые связаны с этим. Национальный банк выступает как регулятор этой инфраструктуры. Определяется 9 платежных услуг, которые ведутся на финансовые и не финансовые. Причем, если сейчас закон, тот закон, который действует с 2001 года, он говорит о регулировании перевод денег, то сейчас, по сути, самая операция, вернее, этот процесс, скажем так, перевода денег, он развивается на несколько операций. Также появляются и даются описания, регулируются, по-новому регулируются, вроде бы, привычные операции по эмиссии и кайлингу, по денежным переводам. Больше внимания уделяется эмиссии и платежным операциям с электронными бюджетами. И самое важное то, что появятся в Украине, появятся в ВПЕ, не финансовые платежные услуги. Это услуга инициирования платежей, услуга предоставления персонализированной информации по платежным счетам. Мы верим в то, что, опять же, это даст возможность вывести на рынок и создать достаточно здоровую конкуренцию для новых стартапов, для новых компаний, которые улучшают клиентский опыт, которые позволят улечь как можно больше граждан Украины в безналичные платежи, но вообще, в принципе, двигать в сторону кэшли. Из ключевых изменений еще раз подчеркну. Если сегодня платежи, кроме банков, могут выполнять платежные системы, то сегодня после принятия закона будет определено понятие постачальных оплативных услуг. Это будет платежная организация, так называемая, которая может повыполнять функции, как те, которые сегодня присущи для систем денежных переводов, для карточных систем. Важные изменения. Я уже об этом немножко говорил. Операция перевода денег, которая описана сегодня в законодательстве, она, по сути, новым законом разбивается на несколько частей. Зачисление денег, перевод денег и снять. По сути, для этих операций даются достаточно нейтральные определения для того, чтобы дать возможность новым игрокам, новым операторам создавать удобные сервисы для проведения тех или иных операций. Появляются новые возможности для появления новых посредников на платежном рынке. Цепочки были достаточно длинные, но мы думаем, что в цепочках чаще всего будет не более двух-трех поставщиков платежных услуг. Мы уходим от того, что сейчас говорится о том, что перевод денег внутри Украины только гривна. Сейчас что такое средства, которые могут быть предметом перевода, вернее, предметом платежной операции, это очень сильно расширяется. Самое главное, нужно понимать, что в любом случае идет фокус на отправительных денег, на получательных денег, на платежи, на исполнителей. И когда я говорил о том, что появляются новые игроки, нужно понимать, что будет разбиение на эти операции в комплексе с вопросами лицензирования и для внесения участников платежного рынка в реестр, формируют ответственность участников платежного рынка за операции, которые будут проводиться. Платежная инструкция перестает быть просто бумажной или каким-то образом описанной электронной, и дается достаточно широкое определение того, что платежная инструкция может быть и голосовой, и видео. Форма платежной инструкции может быть абсолютно разной. Как она подается? Тоже определяется договором между пользователем и поставщиком услуг. Конечно же, я немножко об этом чуть позже остановлюсь. Очень важно и много внимания введяется защита прав потребителя и защита прав пользователя финансовой услуги, усиленной на артифаутинфикации и ответственности провайзера сервисных услуг. Определяется, что платежным инструментом могут быть разные различные, у платежных инструментов могут быть различные поры. Сейчас мы себе привыкли, что чаще всего платежные инструменты это пластиковая карта, уже начали появляться токи, мы говорим о том, что платежным инструментом может быть в том числе мобильное приложение, например. Когда я говорю об ответственности, я имею в виду, что если платежная операция инициирована и провайдер платежного услуга акцептовал проведение этой операции, то он может, допустим, по принципам финмониторинга или по превышению лимита отказаться от этой операции. Если провайдер поставщик платежного услуга акцептует эту операцию, то дальнейшая ответственность за проведение операции уже лежит на этом поставщике. Ну и также влияются четко платежные инструкции, что такое депутаты, что такое депутатное списание депутатное списание, также уделяется внимание принадлительному специальному средству, но для ограниченного времени не будет слишком долго в этом сроке. еще раз хочу обратить внимание. Рынок меняется. То есть если сегодня платежными условиями занимаются банки и платежные системы, то есть достаточно, особенно если мы посмотрим на платежные системы, это по сути не разные субъекты, это объединение, это большой объект, который подлежит национальным банкам, то новое законодательство определяет, что для проведения платежных операций участие и использование платежных систем не является обязательным. Рынок наполняется разными субъектами, в которых остаются как банки, как почтовые операторы, платежные организации, малые платежные организации, организации, которые могут проводить операции на небольшие суммы, в суммах определенных примитах. И появляются так называемые инж финансовые установки, это в том числе кредитные союзы. И, как я уже говорил, появляется возможность для активного развития поставщиков уступ по инициированию платежей и по предоставлению консолидированной информации. Сейчас, наверное, вы знаете, есть сервисы, типа Пларна, это типичный пример поставщика консолидированной информации по платежным счетам. авторизация это очень больной вопрос для закона, потому что слово авторизация в начальных положениях закона определено как разрешительный процесс для работы на рынке, хотя карточники привыкли к слову авторизация. одобрения операции, но сейчас как раз идет обсуждение о том, как заменить этот пермин, пока на славе слово подъявлено именно в стартовании закона. Значит, банки продолжают работать на основании банковской лице. Для того, чтобы платежные услуги могли предоставляться операторами необходима лицензия Национального банка для предоставления платежных услуг. Она необходима будет для платежных организаций, для организации электронных денег и для операторов почтовых связей. И вводится понятие реестов, то есть в него будут вноситься организации так называемые малые платежные организации, организации, которые не могут предоставлять полный спектр и крупные суммы или крупные обороны платежные услуги. Также в реестрах будут вноситься те органы госпластика, которые тоже будут представлены на рынке и которые могут предоставлять небольшие платежные услуги, например, за оплату местных городов и по уплате. Другие финансовые организации, вроде страховых компаний, кредитных союзов, микрокредитных организаций будут регулироваться длинным законодательством и будет лицензия на сушение финансовой деятельности. Это закон, который вступает в эти методы. есть определенные требования в зависимости от того, в каком объеме функций будут выполняться операции участниками платежного рынка. Для небольших финансовых организаций, и это может быть интересно для новых стартапов или тех проектов, для них вводится достаточно простой порядок допуска на рынок, информация о них будет внесена в реестр, у них нет требований по капиталу, но при этом нужно понимать, что такие компании не смогут имитировать платежные инструменты, работать с электронными деньгами, выпускать и заниматься их обращением. Также будут установлены граничные объемы операций. Лицензированная обращается, сейчас она по сути двухступенчатая, она становится в статус финансового учреждения будет присваиваться с предоставлением лицензии. Лицензии переводятся в электронный вид, общение с регулятором тоже переводится в регулярный вид, и не нужно будет получать лицензию на отдельный вид операции, весь перечень доступен для финансового учреждения. Операция будет указана в лицензии. определяется также понятие операторов ограниченных платежных услуг, к этому относятся великом операторы, для них для них можно будет делать только микро-платежи для инфицированных операторов и абонентов за контент, за услуги, за билеты. Поставщики ограниченных платежных инструментов, например, транспортные карты, сети смарт-карты это хороший пример ограниченных инструментов, которые имеют ограниченное количество мест приема. Также услуги инфессации, поставщики услуг инфессации тоже считаются участниками рынка платежных услуг. И теперь о том, как быстро наступит эта часть. Закон сейчас обсуждается с рынком. Закон сейчас обсуждается с рынком. Мы надеемся, что в этом году он будет внесен в рады. Мне очень бы хотелось, чтобы уже в этом году закон был приемлем. Но это не значит, что те основы open бендинзы, которые по сути уже заложены в закон о праве, они уже заработают в следующем году, потому что прежде всего тоже хотя бы со стороны регулятора нам Национального банка необходимо обновить, дописать свои нормативно-правовые акты, в том числе например в части стандартов усиленной аудиторификации или реестра инцидентов, потому что мы понимаем, что платформа открытого банкинга она предоставляет очень много исков по безопасности или кибербезопасности. Мы надеемся, что к концу 22-го года а, и второй момент это самое главное работа рынка, потому что одних регуляций со стороны Центробанка недостаточно. Необходимы также технические работы со стороны участников платежного рынка, банков, финансовых компаний, финансовых учреждений. Здесь по моему ощущению не обойдется без повода даже самоорганизации рынка. по примеру Городинской группы, в которой вошли более 40 банков и продежных организаций Европы, которые вырабатывали стандарты и принципы потребительства. Потому что просто сказать открытый и внедрить то-то все равно не работает. Поэтому поэтому подводя итоги мы надеемся, слова открытых банков в Украине станут реальностью до конца 2022 года. Здесь очень многое зависит не только от национального банка, но и от участников рынка, от вашего взаимодействия между собой, в том числе крупных банков, мелких банков и новых организаций. И подводя это, подводя это, что дает этот закон? Прежде всего это возможность для здоровой конкуренции, для входа на рынок новых операторов, но при этом с взятием этими операторами ответственности за те операции, которые они совершают. Второе облегчение. Для того, чтобы работать на рынке, необязательно быть участником платежной системы, достаточно получить лицензию или быть веселимым в реестр. Третье, обязательно использование усиленной аутентификации пользователя. мы надеемся, что этот закон, под которым мы фишем и те акты, которые будут продаваться, они будут направлены на конечную удовлетворенность, на клиентский опыт конечного пользователя платежных инструментов. Пока дорога приблизится к банкам, приблизится, не стать банком, а приблизится уже крылья. То есть они могут выполнять мелкие операции пополнения счета, оплаты и так далее. А если, допустим, разрешить им эквали, что мешает? Во-первых, мобильные операторы уже немножко решили этот вопрос с созданием финансовых компаний при себе. И сейчас немножко, когда они с нами общаются, они уже даже путаются, но и мобильные операторы, мы представители финансовых компаний, которые предоставляют эти услуги. Поэтому вопрос о том, что, то есть может ли мобильный оператор выступать эквайером, у меня пока нет ответа на этот вопрос, можно подумать, но, скажем так, инициатором, или, вернее, поставщиком услуг инициации платежа, это не обязательно эквайером, потому что, опять же, я не хочу привязываться к слову эквайер, потому что нас сразу загоняет в то, к чему нам привыкли, в этот опыт, который у нас с конца 90-х, когда мы соответственно захотят ли или смогут, вернее, захотят ли мобильные операторы стать инициатором платежа, это вопрос, то есть вопрос попадает ли когда, это и нужно будет сделать в приезд, вернее, стать, ну, скажем так, провести определенные там шаги, коалицензировали, но сейчас они просто как операторы ограниченных платежных услуг, и без заботы. Ну, я думаю, я понял, то есть, по крайней мере, дорога как минимум им не закрыта. Я так понимаю, в любом случае, я... Во-первых, закон еще не принят, поэтому пока мы с ними, как с операторами и нынешнего, и будущего рынка ведем сушку. У вас есть какая-то боязнь? Нет, наоборот, это было бы подскольник, на самом деле, для... Я бы не слушал, когда есть дорога компоненция, то... Ну, просто не очень понятно, почему именно на мобильных компонентах... А потому что я увидел, что их все-таки ограничены. Обсуждаю ситуацию. Спасибо. По поводу скоростной квалификации, это не забывая, я имею в виду, в принципе, то есть идет по самоорганизации рынка, даже так. Участников рынка. Рома, вот общаясь с банками, с самыми в принципе, заинтересованность открытия, открытия, есть, да, но принять решение о создании какого-то единого механизма квалификации, это достаточно тяжело. И все всегда смотрят на Национальный банк, регулятора и основного идиолога. В этом направлении, в организации и законодательной части, логической, как ведется все-таки это движение в процессе, в том числе сроком, по-другому, за первым годом? Ну, все равно у срока идентификации есть две составляющие. Первая – это стандарт. И это действительно здесь роль Национального банка прописать эти стандарты. Что такое строгая идентификация? Говорится о том, что есть, должны использоваться, как минимум, два истерых алимента. Что пользователь знает, что пользователь знает. То есть это стандарты будут прописаны. А то, как они будут использоваться, это уже действительно вопрос, скорее, самоорганизации. То есть, а, Национальный банк регулирует, б, рынок определяет, как, вернее, Национальный банк прописывает, АПИ открыт, АПИ открывает, да, а там дальше уже, как договариваются, рынок. С одной стороны, часть первая, часть вторая. 24 года проработав в приватбанке на платежном рынке, я надеюсь, что работа в Национальном банке не потеряет мои связи и мое удовольствие от общения с рынком. Поэтому, по крайней мере, мой департамент, как, прежде всего, регулятор рынка, в моем лице будет, в том числе, и организатор вот этого общения. Да, я надеюсь, что получится инспирировать желание рынка самоорганизовываться. И, как минимум, я и моя команда тоже мы будем при этом. То есть будет какая-то группа организована? Ну, скажу так, если я буду чувствовать, что рынок не может организовываться, я немножко рынок попытаюсь стать центром кристаллизации. Но, наверное, может быть, это будет, скорее, моя личная инициатива, чем инициатива меня как работника названия. В связи с тем, количество участников СЭП увеличится и достаточное сопричие. То есть будут ли новые участники рынка платежного открытого иметь выход на прямую СЭП к армам, к второму, третьему ТБТП? То есть право перечислять платежи между банками, мы сейчас, через Национальный банк, перечисляем с помощью армам. Как платежный рынок даете право новым участникам работать с СЭПом напрямую без банков? Вы знаете, что система СЭП на сегодняшний день настроена исключительно как банковская система. Поэтому включение туда участников, ну, теоретически мы просто будем смотреть по мере уже имплементации закона и нормативно-правогантов, потому что однозначно, что весь рынок сразу включить туда – это совершенно неправильное решение. И будут ли туда включены какие-то большие игроки, будут ли, скажем так, агенты, да? Это вопрос дискутивный и просто будем смотреть по мере уже выписанных нормативно-правогантов и потребностей рынка, возможно, классификации платежей по суммам, да? То есть однозначно мы попробуем посмотреть с точки зрения критериев, но как бы на сегодняшний день идет модернизация СЭП, да? То есть как бы СЭП-4, который мы планируем внедрять, он уже будет на стандарте АСИ-222. Соответственно, уже под модернизацией СЭПа мы этот вариант можем рассматривать как потенциально и как дискутивно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.